Потребительская инфляция в Японии замедлилась в декабре, еще раз подчеркиваю, бессилие Банка Японии в стимулировании роста цен. Главной объясняющей перемены японского CPI сейчас является инфляция сдержек, так как между ними прослеживается четкая зависимость некоторой задержки. Видно, что с началом на снижение цен примерно в октябре базовая потребительская инфляция Японии также начала резко падать, и до этого также между ними прослеживалась зависимость. В условиях низких темпов роста потребительских расходов основную часть инфляции генерируют производители, в частности экспортеры, которым Банк Японии помогает слабые иены. Потребительские цены на товары, исключая волатильные продукты питания, выросли на 0,7% в декабре по сравнению с годом ранее. Угнетающее влияние нефтяных цен на инфляцию прослеживается с октября прошлого года. За два месяца темп роста цен замедлился с 1% до 0,7% с момента обвала нефтяных котировок. В 2014 году базовой потребительской инфляции еще не удавалось преодолеть отметку в 1%, что же говорить о 2% цели преследуемой ЦБ. Данные за декабрь вновь не оправдали ожиданий, так как рынок ожидал, что инфляция составит по крайней мере 0,8%. Если сейчас не брать в расчет компоненты сдержек в инфляции, у ЦБ остается немного доводов, чтобы говорить о сохранении инфляционного импульса, чтобы хоть как-то оправдать экстремально мягкую денежную политику. Отсутствие эффектов, которые хотя бы отдаленно изображали сходимость цен к целевому уровню Банку Японии, вероятно, придется понизить цель по инфляции на седании на следующей неделе. Менее амбициозные планы ЦБ, скорее всего, ослабят Йену, так как в этом случае дата сворачивания количественного смягчения, при условии, что политика не будет внезапно глобально пересмотрена, эта дата будет сдвинута на более отдаленное будущее. На рынке сейчас сохраняется консенсус, что ЦБ не будет менять параметры политики в этом году, несмотря на рост побочных эффектов, например, инфляцию цен на фондовом рынке, а также снижение нормы прибыли для банков от операции кредитования и забострившейся конкуренции. Дальнейшее снижение инфляции будет дестимулировать потребление, так как данные показывают, что в Японии доли сбережения домохозяйств показывают слабую, отрицательную зависимость с уровнем инфляции. В преддверии увеличения НДС в октябре этого года в Японии потенциальный негативный эффект наукой на потребление увеличивает шансы, что сохранит высокий уровень денежного стимулирования. Так, главный экономист Банка Японии Хаякава предупредил, что базовая инфляция может упасть ниже нуля в этом году. Понижательное давление на инфляцию также ожидается от усиления социальной поддержки государства, в виде снижения расходов на детское образование и расходов на мобильную связь. Скорее всего, это будет проводиться через субсидирование компании. Перед заседанием Банка Японии на следующей неделе складываются сейчас следующие ожидания. ЦБ, как ожидается, понизит прогноз по инфляции и, скорее всего, снизит прогноз роста выпуска, что привлечет незначительную реакцию в курсе Японии, так как это довольно-таки ожидаемое решение. Если небольшая вероятность, что Банк Японии еще раз расширит коридор колебаний доходности по 10-летним казначейским государственным облигациям, тогда иена может немного укрепиться. Снижение ставки по депозитам, если такая мера будет принята, вероятно, дополнительно ослабит японскую валюту. А на сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.